Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Прошло много лет, с моего первого обращения, отношения с мужчинами так и разваливаются в шага. К сожалению, о них нет. Понимаю, чтобы мужчина выбирала тех, которые изначально не были. Мне интересно, как мужья, и быстро спадала в отношениях с ними. Потом привязывалась, спадала зависимость и контроль. После, естественно, отношения распадали. Сейчас всё ещё хуже. Не хочу брать первого встречного. С другой стороны, в обществе мне говорят, что сейчас скитикают и туда. Я не знаю, с чего начать, я сильно разочарован. Но глобально здесь проблематика заключается в том, как мне кажется, что вы, мужчина, не видите личность. То есть вы не видели личность, как мне кажется, тогда и, в принципе, вы не видите личность мужчине и сейчас. То есть вы в этом смысле даже не отдаёте отчёт себе в том, что видеть мужчине мужа – это очень ограничивающая и очень, ну, такая, я бы сказал, позиция, знаете, обесценивающая в каком-то смысле вас и обесценивающая вас. в каком-то смысле человека, к большому сожалению. Вот. Поэтому я бы сказал, что в первую очередь вам нужно увидеть, как бы, для чего же я вообще мужчин себе выбираю. Зачем? Вот. Чтобы... Чтобы... Чтобы что? Вот. И, соответственно, если у вас появляется зависимость и контроль, то имеют место быть, ну, определённые психологические проблемы. И конфликты. Вот. Например, тревожность, неуверенность в себе. Вот. И так далее. Это всё здесь играет существенную роль. То есть вы уже изначально в отношениях, получается, приходите вот-вот с такой позиции, с такой, если угодно, позиции вы приходите в отношениях. Понимаете, да? Мне кажется, что отношения у вас вот перед ЗАГСом, да, распадаются не случайно. Мне так кажется, что отношения перед ЗАГСом у вас распадаются по причине того, что вы слишком много этому уделяете внимание. Мне кажется, что вы возлагаете на мужчину, как бы, ну, ответственность за то, что вам нужно. А это, вообще говоря, довольно деструктивный путь, потому что мужчина, он не будет решать ваши проблемы. И это, в принципе, вполне, ну, вполне себе адекватно. Вполне адекватно, адекватная позиция, что другой человек не будет этого делать. Но вы ждете этого, вы надеетесь на это, вы ожидаете этого, и в итоге получается то, что получается. Нужно проанализировать, конечно же, и вашу модель поведения, разобраться с вашим состоянием. Вот. То есть, например, вы говорите, не хочу брать первую встречную. Что значит первую встречную? Понимаете, первые встречные, это, вообще-то, ну, никак не про личность. То есть, нет первых встречных, вторых встречных и так далее. Если я вижу в человеке личность, то нет такого понятия, как первых встречных. Но, на мой взгляд, вы здесь говорите не про личность. На мой взгляд, вы здесь говорите про другое. Вы говорите больше про компенсацию чего-то. Вы говорите про желание чего-то. И вот это, как мне кажется, является основной проблематикой. То есть, вы приходите в отношения, вы приходите к мужчине, ну, в первую очередь из-за дефицита, я полагаю. И вот это и является то, как бы, с чем нужно работать. Понимаете, да? Ну, в целом, я думаю, что подкорректировать вашу самооценку, восприятие себя, восприятие других. Вот. Вполне себе реально. Насколько вам интересна ваша жизнь и так далее. Я думаю, что это неплохой запрос на психотерапию. Вот. Чтобы вы и свою жизнь устроили, чтобы вы сами стали счастливы. И чтобы человека другого могли сделать счастливым. При этом не впадая в деструктивные отношения. Вот. Также не совсем понятно, каких изменений вы ждали за эти 11 лет, если вы не занимались, ну, психотерапией. Да? То есть, как вы думали, что всё само собой пройдёт, всё само собой скорректируется? Или как? Вот. Понимаете, да? Разочарование. Разочарование – это хорошее место, где можно, в принципе, и в целом увидеть что-то новое. И психолог вам, в принципе, в этом вполне себе может помочь. Если вы хотите, конечно. Вот. То есть, разочарование – это возможность. Это ресурс. Вот. Понимаете, да? Но только если вы можете его увидеть. На мой взгляд, на мой взгляд, скромный взгляд, пока вы не видите. И я понимаю, почему. Вот. Потому что разочарование причиняет боль. Боль от того, что ваши ошибания не оправдали. Вот. Но, повторюсь, при взаимодействии с специалистом вы сможете увидеть в этом для себя возможность. Вот. Вот. Как-то так я бы вам сейчас ответил бы на ваш вопрос, который вы задаете. то есть, сформулируйте для себя сейчас, какой у вас запрос к психологу, что вы хотите изменить. Да? И начинаете работать. Я думаю… Я думаю… Так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Больше. Так.